Куйбышевский троллейбус Для студентов, для школьников, для пенсионеров. Это как раз и льгот. Выгодно очень ездить, чем платить по 35 рублей. И быстрее намного. Два года троллейбусы следовали от остановки Губернский рынок по укороченному маршруту до остановки Хлебозавод номер 3. Сокращение маршрута было связано со вторым этапом строительства мостового перехода Самарский от улицы Шоссейной до границы городского округа Самара. Данные работы ведутся по заказу Министерства транспорта и автомобильных дорог региона. На это время пустили дополнительные автобусы. Также для жителей работал коммерческий транспорт. По полному циклу троллейбуса у нас ходил автобус, но количество транспорта было не очень велико. Он ходил по расписанию, но, конечно, жители привыкли к тому, чтобы такой транспорт ходил чаще. Сказать, что жители ждали этого, ничего не сказать. На самом деле это была острейшая проблема, потому что вопрос транспортного обеспечения вообще один из важнейших для Куйбышевского района. И, конечно, троллейбус берет на себя огромную нагрузку с точки зрения перевозки пассажиров. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» троллейбусы пошли по инновационной контактной сети. Фактически ее заново переустроили. 11 километров в оба направления проведены, и долгожданный пуск экологичного транспорта состоялся. Новые технологии для транспортного строительства недавно стали применять в регионах Российской Федерации, а впервые их использовали на троллейбусной контактной сети в Самаре. Сети оборудованы современными защитными технологиями. Это ноу-хау, разработанное на самарской земле, уже взяли на вооружение в Москве и Санкт-Петербурге. Один из соавторов инженерных разработок – наш земляк Виктор Стройков. Я работаю с 92-го года по контактной сети. Это первая такая большая линия смонтированного троллейбуса. Впервые в Самаре были установлены консольные изоляторы на кронштейнах, которые обеспечивают высокоизоляционную стойкость и надежность в эксплуатации, долговечность. Эти конструкции будут стоять более 50 лет. Крепления продольно-несущего троса к направляющим кронштейнам выполнены из полимерных изоляционных материалов. Они не разрушаются от воздействия ультрафиолетовых лучей и обладают гидрофобными свойствами – вода не проникает. Это также увеличивает срок службы узлов и механизмов до полувека. Кроме того, что новые устройства практичнее и дешевле иностранных аналогов, еще они радуют горожан своей эстетической привлекательностью – как будто парят в воздухе. С сегодняшнего утра перевозки троллейбусами номер 6 организуются до конечной остановки – улица Грозненская и обратно. Еще на прошлой неделе соответствующая инфраструктура протестирована, включая контактную сеть троллейбусов. Тестовые заезды прошли успешно. Мы с этим маршрутом давным-давно знакомы. Он для нас был накатанный. И до закрытия этого движения ежедневно на нем перевозили до 10 тысяч человек. Поэтому для нас, конечно, это тоже событие, потому что мы надеемся, что с повторным открытием этого маршрута у нас увеличится пассажиропоток. Часы пик выпуск транспорта по троллейбусному маршруту номер 6 составит 10 единиц, а интервал движения – 12 минут. В межпиковое время будут курсировать 8 троллейбусов с интервалом в 15 минут. При росте пассажиропотока в летнее время будет рассматриваться возможность увеличения количества троллейбусов, выходящих на линию. Мария Левина, Сергей Баскин. События.